Село Красный Яр считается очень привлекательным для тех, кто решает поменять городскую суету на деревенское спокойствие, но при этом остаться жить в непосредственной близости от райцентра. Но несмотря на это, Красному Яру не чужды обычные сельские проблемы. Их-то и озвучили местные жители на встрече с главой БМР Александром Соловьёвым. От лица водителя я не скажу большое спасибо, в кавычках я имею в виду, по той площадке, которая установлена в центре села. Детская площадка установлена по дороге, хоть она и огорожена, но, извините меня, огорожена. Дети могут бежать прямо через дорогу в магазин. То есть, в общем-то, я знаю, что была возможность поставить эту площадку на стадионе школы, но, в общем-то, я не знаю, по каким причинам. Эта детская площадка, между тем, является самым посещаемым местом. И поскольку убрать её уже нет возможности, решено установить на проезжей части две искусственные неровности. А вот на некоторых сельских улицах никаких лежачих полицейских и не надо. Эти дороги сами являются сплошными неровностями. Слушаю ответ главы администрации по поводу установки лежачих полицейских. Вот диву даёмся, какие полицейские. Этот же житель рассказал, что посреди этой дороги есть огромная лужа, в которой летом плавают утки и гуси. Когда же будет проведён ремонт? Ответ на этот вопрос был прост. Пишите обращение, рассмотрим. По словам главы Бакова-Отрогского муниципального образования Станислава Мельника, в этом году три дороги были отсыпаны щебнем. А между тем, жители говорят, что засыпали две. Да и то щебень такой крупный, что ни пройти, ни проехать. Все необходимые ремонты дорог, все дорожные сети внутрипоселковые, по обращению граждан, мы выносим на совет депутатов. Совет депутатов согласовывает, у нас есть сумма, которая заложена на ремонтные работы на следующий год. Соответственно, в декабре это решение будет принято. По дорожному фонду было выделено 6 миллионов рублей на Бакова-Отрогское муниципальное образование. И по бюджету Бакова-Отрогского муниципального образования также было выделено 6 миллионов. За последние 10-15 лет больше этой суммы не было ни разу. Сейчас формируется бюджет на 2018 год. И, естественно, депутаты Бакова-Отрогского муниципального образования определяют список дорог, которые нужно ремонтировать в первую очередь. 12 миллионов, Станислав Васильевич, у вас так же, да? 6 по дорожному, 6 по бюджету. На 2018 год идет. Уровень остается обеспеченности бюджета не такой же. Почему сейчас Станислав Васильевич сказал, что нужно заявление? Потому что любое обращение граждан для того, чтобы внести в бюджет, нужно основание. Основанием является особенно коллективное обращение. Всегда заслуживает особого внимания. По добавлению, о каких дорогах вы ведете речь? Вам не стыдно было сюда главу везти? Через село Ивановка по центральной дороге и сюда? Что проблема была заделать ямочный ремонт? Глава администрации. Вот если бы была партия, уже бы вы лишились должности. Я вам откровенно говорю. Ну давайте посчитаем. Вы же грамотный человек. Жестче спрашивайтесь, почему. А вот давайте я вам сейчас отвечу насчет жестче спрашивания. Сколько стоит метр дороги? Примерно тысячу рублей один метр дороги. Квадратный метр. Вы человек умный, с высшим образованием. Насколько я знаю, даже два у вас высших образования. Так вот, у вас 12 километров дороги, в вашем красном яре. Ширина 4 метра, как минимум. Или 5. 4. 4 метра. Получается 50 тысяч квадратных метров. Нетрудно посчитать на вопрос. Вот так, чтобы не как-нибудь. Сколько муниципальное образование, красноярское муниципальное образование, собрало налог? Сколько уплаченное? Нам не давать, не давать или хорошо. Вот здесь тогда. Я прошу сейчас в рамках сегодняшнего нашего мероприятия позвонить финансисту, сказать, сколько собрало красноярское муниципальное образование, всех налогов. Чтобы мы перед зрителем четко сказали, вот ваш сбор, и вот что мы можем сделать на эти деньги. Решайте. Но если по дорогам более-менее понятен алгоритм действий, вот с коммуникациями возникают проблемы. В селе строятся новые коттеджи, и подключать их, к примеру, к газу никто не спешит. Мощности не всегда позволяют. Сразу всем озвучу, что газовые сети были построены не секрет. Очень давно. Правильно? Правильно. Раньше были домишки на 2-3 окна. Теперь, если дом строится, он на 2-3 этажа. Трубы диаметром одни и те же. Ну что ж тут лепить-то? Понимаете? Поэтому мы прибавляем сколько можем газа, но мы не можем больше прибавить, потому что иначе начнется очень плохое. Вот и все. Да и с водой дело обстоит непросто. В некоторых домах она бывает через день. Прошлые годы, позапрошлая башня, ну просто-напросто сгнила совсем. Вдоканал сделал новый оголовок, поставил на эту башню. И на сегодняшний день однозначно в основании села подавление, оно стало лучше. Кроме этого, были озвучены вопросы по поводу состояния автобусов, которые перевозят пассажиров в Красный Яр. Ужасное состояние медпункта, который, к тому же, не укомплектован врачами. Проблем много, и решать их надо поэтапно, уверены красноярцы. Эта дорога никуда. А мы не должны так жить. Никуда. У нас должна быть цель. А цель – надо вложить деньги в село, чтобы село поднялось, чтобы люди радовались, чтобы у детей было будущее. Мы для этого здесь собрали, а не по-мемочам, будут здесь люди, будет вложение денег, и село всегда подвинется и отблагодарит на корме всю страну. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!